На этой неделе более 5000 школ России станут участниками проекта «Экологический урок Вода России», который проводит зеленое движение ЭКО совместно с Федеральным Министерством Природы. Чувашия также принимает участие в этом проекте. На днях о важности водных ресурсов рассказали второклассникам 54-й школы Чебоксар. Отправляемся в путешествие по миру, удивительному миру воды. Мы узнаем очень много интересного о воде. И выясним, почему же это богатство нужно беречь и хранить. Сегодня перед этими малышами стоит весьма взрослая задача – стать экологическими героями, хранителями воды. Пока же у них вызывают огромное удивление интересные факты на эту тему. Оказывается, чтобы появился один лист бумаги, нужно одно ведро воды. А чтобы произвести одну пару джинсов, столько, что хватит для мытья двух слонов. Такие расходы непомерны для нашей планеты с ее почти неограниченными ресурсами. Но мы же должны думать о будущих поколениях. Ведь цель проекта – не только беречь, но и грамотно расходовать. Кто же отвечает за сохранность воды? Кто должен за это отвечать? Кто должен этим заниматься? Как вы считаете? Я считаю, как мы должны все следить за водой. Я чувствую о всем. Согласна. Мы же жители этой страны, да? Я всегда знала, что воду надо беречь. И всегда, когда я чищу зубы, я выключаю воду. А когда нужно сполоснуть, включаю. Эко-уроки будут проходить в течение недели – с 5 по 12 октября. Они адаптированы под все школьные возрасты. И находятся в открытом доступе в интернете. Воспользоваться ими может каждый учитель. Специальной особой подготовки данные эко-уроки не требуют. Все материалы можно получить на нашем сайте, на сайте движения эко, либо на специализированном сайте водный урок РФ. То есть, члены могут зайти в электронном варианте, зарегистрировавшись, получить все методические материалы. Они к ним придут в электронном варианте, что, собственно, очень удобно. И провести в течение этой недели эко-урок. Потом они присылают фотоотчет о проведении мероприятия и получают сертификат об участии в всероссийском проекте «Водный урок России». Подобные уроки будут проводиться и в будущем. Тем более, чем достаточно. Это и раздельный сбор мусора, и лесные ресурсы, и частота воздуха. Организаторы уроков предлагают активно подключаться учителям к разработке учебных материалов и предлагать свои идеи. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.